Медиабаскет он-эр Потому что стартует важное событие, четвертый сезон Медиабаскета Я абсолютно брав И ты являешься его ведущим постоянным, как я понимаю Да, в социальных сетях я беру интервью игроков, показываю все события, которые происходят на площадке Сегодня у нас тоже в гостях есть игроки, друзья Шоу будет называться Медиабаскет он-эр И в чем же оно будет заключаться, Макс? К нам будут приходить гости Из различных команд, которые участвуют в баскетбольной медиалиге Сегодня у нас в гостях есть такие очень интересные персонажи Витя Щитков, команда БК-10, привет, Витя Всем совет И еще один яркий парень, Вашингтон Салис, новая команда Фавелла Баскет Он же не яркий, я яркий Он чуть менее яркий, чем я Ну вот, кстати, да, заявлено, что будет противостояние между представителями разных команд Они будут дисси друг друга прожаривать как-то, я надеюсь, мы это услышим Ну а может быть и нет, может быть все достаточно дружелюбно пройдет Как у вас вообще в медиалиге с бифами, вот с такими, знаешь, нападками друг на друга? Есть такая история Слушай, ну Вашингтон дольше играет в медиалиге, есть пара персонажей, которые делают то, что ты говоришь Да, есть ребят, которые больше это зажигают прям Вот, я вообще за добрый вайб, мне кажется, баскетбол, немножко другая движуха у нас У нас культура другая То есть да, у нас может быть и бифы и все остальное, но все это на какой-то дружеской И единственное, где мы можем выяснять отношения только на паркете Ну несмотря на то, что мы все за добрый вайб, самая популярная фраза Вашингтона в прошлом сезоне Мы делаем грязь Вашик, скажи, как ты это говоришь обычно Мы делаем грязь И делаем красиво То есть Вашингтон может и дружелюбно поиграть, но может и... Устроить шоу Кроме паркета же наверняка есть какие-то конференции, еще события, которые предшествуют паркету, да? Вот там, где как раз можно выдать все эмоции Честно, ни разу не был, но смотрел Но хочешь или нет? Или тебе больше со стороны смотреть нравится? Не, у меня райдер, у меня райдер только чтобы... С Вашиком могу Да, это будет прикольно Будет поинтересно На самом деле, я уже был несколько раз, если говорить честно Но меня не особенно не нравится то, что постоянно какие-то кипич, постоянно летают какие-то ножи А я по добрый вайб, по добрый баскетбол Я знаю, что баскетбол это жизненный спорт Можно развиваться больше в положительную сторону Поэтому этому молодому человеку часто приходится уклоняться Парни, у нас новый сезон стартует буквально через несколько дней Уже в субботу будет первый уикенд Вы в этой лиге не первый сезон, но заходите в новые роли Каждый из вас стал владельцем собственной команды Соответственно, БК-10 и Фавела Баскет Витя, расскажи про свою команду Как она появилась? Почему ты решил зайти именно в этот сезон со своей командой? И чем она отличается от других? Слушай, мне кажется, все, что мы делаем Ну, по крайней мере, с моими пацанами, которые занимаются на Medium Basket на канале Для баскета стараемся развиваться Как-то немножко и дать толчок нашему любимому виду спорта То же самое, что делают пацаны здесь на Media Basket И логично, что это должно было прийти когда-то Плюс у нас есть большая франшиза, которая называется «Десятка» Есть футбольный клуб «Десять» Появился хоккейный клуб «Десять» И логично, что должна была появиться баскетбольная «Десятка» Потому что есть люди, которые готовы ее делать И так она, собственно, и появилась Ну и, блин, прикольно заходить в статусе владельца команды сейчас Ну, у вас отличительная черта вашей команды — это то, что есть комики И вы двигаетесь этим направлением Да, да, у нас... Ну, так получилось, что только комики есть Не, на самом деле у нас приехал в этот... На старт сезона у нас приехал классный рэпер из Казахстана Зовут его «Мори Арт» Вы его здесь, наверное, не знаю, слушаете здесь? Который будет пилить контент Да, который будет пилить контент Ну, мы слышали о таком точно Да, конечно Вот, поэтому будет «Мори Арт» и еще несколько интересных ребят Вашингтон, что по фавелле? Какая отличительная черта у вашей команды? Для тех, кто не в теме, расскажи, пожалуйста Наша команда «Черные бриллианты» — это... Ну, наша команда как появился То есть, после последнего сезона Третьего сезона «Лига Ставок» Вот, там было, ну, матч-шоу На который спорили со мной, что это невозможно сделать И тут нет такого невозможно И вот команда появилась И мы готовы показать настоящий шоу То есть, что именно первый, второй, третий сезон Именно требовался И сейчас стало более понятно, как это сделать И мы создали «Blackout» команду «Blackout» — это типа «Черный квартал» Почему вообще, ну, такое решение? Оно больше обстоятельств сложились, чтобы свои команды создать? Или сами тоже хотели больше всего это сделать? Я уже давно хотел, даже, ну, мечтал об этом И вот, мне хотелось собрать именно команду Мои парни Вот, и так, как получилось Сейчас это возможно сделать И не только просто команду И создать, как самая главная задача Создать и сделать шоу Вот Другие это ощущения вообще, когда ты играешь Знаешь, в составе команды Или когда ты уже со своей приходишь? Это вообще Ответственность чувствуешь? Какую-то более серьезную? Да, 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 это чувствую Сейчас более, сейчас ближе уже, получается, уже сезон И ты чувствуешь каждый раз больше и больше Что, ну, большой ответственности Но это круто Я люблю, когда есть ответственности Я люблю, когда есть Что-то даешь меня толкнуть наверх Да, больше даешь мотивации, знаешь Появляется у тебя, что ты должен быть мотиватором для пацанов И тебе нужно больше погружаться в административные процессы Но я вот сейчас, допустим, сильно подсил на тренировки Потому что долго там пропустил Была травма и все остальное В прошлом сезоне я бегал за Тудроц И все это было Это был мой первый выход после травмы Вообще не хотел играть Но было интересно попробовать что такое Медиабаскет И когда пацаны предложили Я такой, ну, опасно Но я, наверное, залечу Я играл в двух наколенниках Боялся шагнуть в левую сторону Потому что крестировал на левом колене А сейчас уже такой более серьезно подхожу Поэтому, ну, круто Я жду сезона Команду комиков вообще сложно на серьезный лад настроить? Как будто, знаешь, постоянно угар какой-то должен на тренировках присутствовать Ну да, пацаны же все равно Они приходят на тренировках И все воспринимают как подачу для контента Ну, знаешь, мы должны создавать контент Медиабаскет Да, да, да Мы должны создавать контент Я говорю, не, пацаны Там немножко по-другому Там обязательно нужно ходить на тренировки, во-первых А во-вторых Медиабаскет уже, мне кажется Да он даже с первого сезона, наверное, перестал быть Ну, вот так вот, что медиа И там все играют по фану Там играют в кость-кость Потому что мы сегодня вот разговаривали Я сюда приехал с тренировки И мы разговаривали с Мишей Гюнтером Вот, и Миша говорит Слушайте, я недавно играл в какой-то любительской лиге Вышел после игры И такой говорю Это что вообще за баскетбол был? У меня не болит ни плечо, ни бок, ни денег, никакого синяка нет Никто не наорал, да? Да, а ты выходишь реально с медиабаскета Я первую игру отыграл, я вышел, у меня вот здесь вот такая дыра была Мозоль огромная Никто не верил, что я ее на баскет получил Мы тут часто говорим медиабаскет, медиабаскет А все-таки выступаем вроде проводников Вообще, на ваш взгляд, что такое медиабаскет и чем он отличается от обычного баскетбола? Понятная история, что у нас там медийные команды, медийные персонажи Витя Щитков, Вашингтон Сайлес, Элджей, Сайонара Бойс Клаб Обладает все-все-все Но какие дополнительные истории посвятите зрителям Чем он отличается, сама игра? Блин, да придите просто Я каждому хочу посоветовать прийти, окунуться в эту атмосферу Это абсолютно другой баскетбол Это то, что пацаны делают Им большой респект Они делают то, что не делают у нас вообще не в России Наверное, даже в Европе так не делают Такой праздник баскетбола Ну, типа, ты приходишь туда Для меня показатель жена Которая далека от баскетбола И она ходила со мной на профессиональный баскетбол И пришла со мной на медиабаскет в прошлом сезоне Говорит, блин, топ Она говорит, я хочу, давай оставимся, посмотрим еще Вау Ну, вот такой прикол То есть именно сама атмосфера, которая там царит Даже если ты не любишь спорт, то тебя это зрелище увлечет Ну да, ты понимаешь Я поймал себя на мысли, что ты идешь не просто на баскетбол Ты идешь просто на какое-то мероприятие Показать себя, посмотреть на людей И плюс посмотреть достаточно неплохого уровня баскет Дан, это очень здорово, что к нам приходят целыми семьями Вашингтон, что для тебя медиабаскетбол? Чем он отличается от баскетбола? Ну, медиабаскет для меня Это получать именно тот место Где ты можешь не только играть в баскетбол Показать себя Еще дополнительно можно найти новые друзья На которые ты можешь быть полезен друг к другу Что-то еще можно дальше Что-то развиваться, понимаешь? Комьюнити связи Комьюнити связи, да Потому что, ну, там все положено для этого И если ты реально хочется найти хорошие друзья Вот, медиабаскет тебе даешь возможности Не только это и больше Я знаешь, что хочу еще сказать Чем медиабаскет прям, ну, скажем так Качественно отличается от баскетбола профессионального Ну-ка Сильной коллаборацией с хип-хоп-культурой Потому что она, в принципе, так задумана Мы все уличная культура То есть баскет Я не знаю, там, чуваки, которые катаются на скейтах Хип-хоп Это все одна культура уличная И, ну, как будто мы должны Это должно все мэчиться хорошо И вот почему-то его нет в профессиональном баскетболе А здесь прям Ну вот, мы сидим на студии 21 Да, я только хотел сказать Поэтому мы здесь тоже с вами сидим за мэчином Мне кажется, потому что творческие ребята Когда начинают играть в баскет, все вот эти Другие аспекты, там, хип-хоп и все, что ты перечислил Сразу подплывают автоматически, знаешь То есть понятно, что им не только спорт интересен Но и вот лайфстайл, который вокруг этого есть Да, я абсолютно с тобой согласен Я даже, знаешь, вот Радио Студия 21 Оно уже тоже отличается от всего остального Это медленная подача Хотелось бы верить Ну, это медленная подача Это у людей, ну, не существует Да нет, оно всегда такое Ну, люди не существуют в каких-то рамках Что нам нужно сейчас отторопанить минуту Включить там музыку Посидеть и потом сказать Эй, всем привет, доброго утречка Вот это все Йоу, ты слушаешь Студия 21 Это медиабаскет он-эйр Меня зовут МЦ Похоронил И мы с Максом Астаховым обсуждаем новый сезон медиабаскета У нас в гостях Витя Щитков, Вашингтон Салес На чем мы остановились, друзья? А, на чем же, чем отличается медиабаскет от обычного? Парни рассказали вот свое видение А мне кажется, Макс еще имел в виду Для тех, кто вот может быть впервые знакомится с медиабаскетом Чем по правилам, да, технически, формально еще отличается Да, 100% у нас есть изменения Это нестандартная игра Во-первых, это 3 на 3 Ребята там рубятся 3 на 3 У нас есть разные категории У нас есть медиа, у нас есть профессионалы У нас есть медиа-игроки И, конечно же, очень яркие моменты в виде мэдшота Это супердальний бросок Который можно выпускать в определенное время Во время, когда этот мэдшот загорается Ты должен встать на эту точку и кинуть оттуда Если ты попадаешь, у тебя 4 очка Также данки За данки ты получаешь точно так же, как и за трехочковые Ты получаешь 3 Ну, соответственно, не все могут их забивать Но это очень сильно влияет на игру Блин, мэдшот звучит вообще весело Звучит очень круто Еще есть история, которая называется буллиты Это когда игроки фалят И они выступают в противостоянии один на один Соответственно, кто из них забивает Тот и приносит очки своей команде Соответственно, если ты фалишь Ты также играешь в против своей команды И очки зарабатывает другая команда Вот такие у нас есть различия И они на самом деле очень яркие Представь просто в последние секунды В последние 2 минуты, когда горит мэдшот Твоя команда летит 4 очка А ты можешь все перевернуть в овертайм Такое, знаешь, звучит сложно Но баскетбол очень простая игра Поэтому ты быстро въезжаешь Самое главное, что там есть какие-то узнаваемые лица И топовая атмосфера вообще Вам удавалось сделать мэдшот уже за свой опыт игры? Или это новшество этого сезона? Я даже не пробовал Я не знаю, ты бросал мэдшот? Да, я бросал, у меня получилось Получилось? Да И как впечатление? Знаешь, это тот момент, когда ты бросай, попадай И когда ты никогда ни разу не попадал Это просто вуу Это такая прям внутренний фейерверк Очень круто А еще в Экатеринбург у меня дал лосс Потому что я очень сильно тренируюсь сейчас У меня получилось прыгать данг, бро Вау Ты забил данг? Не забил В ЕКБ? Только не забыл Тогда я тоже пробовал А, ты просто прыгнул? Тогда я тоже пробовал Я прыгал Нет, я прыгал высоко Все поверили Я сам в голове там музыкой играл I believe I can fly А потом вернулся обратно назад Реальная жизнь Мяч мимо залетел Но я прыгал высоко, нормально все Но это уже начало все равно Это уже начало, это уже начало Это работает Да, этим летом у нас проходил всероссийский драфт-комбайн И были выставочные матчи в трех городах И как раз команда Вашингтона ездила в ЕКБ Где они показывали свои навыки И, видимо, ЕКБ очень сильно вдохновил Вашингтона, что он поверил в себя настолько Да, это было так именно сто процентов Потому что, ну, ЕКБ поддержали нашего команда И я уже на адреналина, но поверил тоже в себя Но главное, что уже по тети Мы уже рядом Ну да, да Ко мне приходил вот в том сезоне в гости Мирослав По-моему, который лучший танкер мира Он в этом сезоне как-то участвует каким-то образом Да, он есть в команде Команда Хупс называется И он будет помогать им всеми своими способностями Да, вообще прикол, знаешь, даже находиться там Вот мы все говорим про зрителей, как смотреть А я говорю про пацанов, которые выходят на площадку У которых бы никогда не было такого шанса сыграть при полной арене Да, там, конечно, огромная чаша, как в НБА Как, не знаю, как у нас Но все равно стадион Да, но ты приходишь, типа, стадион И ты понимаешь, что столько людей смотрят баскеты У тебя появляется огромная ответственность на броски и волнения И это круто Я еще в прошлом сезоне говорил, что, блин Очень многим пацанам, которые сейчас Особенно там где-то заканчивают У них это самый яркий опыт в их жизни, представляешь? Да, кстати, вопрос Вы как медиаперсоны, которые развиваются в своих областях Выходя на паркет Многие там потрасиваются Есть ли какой-то страх? Вообще максимальный Я тебе говорю, когда я первый раз выходил Я такой, у меня мандраж Я говорю, елки-палки, ты 500 лет играешь в эту игру Ты приходишь на какие-то съемки У тебя никогда нет никого Даже волнения малейшего А тут у тебя Потому что большая ответственность У тебя еще больше люди за тобой, понимаешь? Скорее всего Больше тысячи человек пришло на это посмотреть И ты можешь облажаться Честно, меня не волнует Меня не волнует площадка У меня больше, скорее всего, команда Если команду поддержат Тогда все окей Если команду не поддержат Тогда уже потеряли его там Понимаешь? Потому что сейчас То, что я В команду Фавела Баскет Мы максимально устраиваем так Чтобы мы почувствовали Вот это внутреннее Чтобы мы семья Понимаешь? Что нас не сломали Именно Тут В мозги В моментах Понимаешь? Потому что Это тоже очень зависывает Когда играешь То есть Публику Экран Это все понятно Но я думаю Что если мы почувствуем Что мы вместе Я думаю Что это можно Олегчать все процессы У вас есть какие-то Особые ритуалы Может быть Совместный Досуг Что вы делаете Чтобы почувствовать Единение команды Знаешь Кто-то там Вот я знаю Что, где, когда Игроки Знатоки Ходят в баню Перед каждой игрой Например Есть такой ритуал Неожиданно Про ЧГК Поговорить на радио Ну а почему нет Почему нет Ну слушай Я не знаю У вас есть что-то У вас просто Новоиспеченные команды Наверняка Как еще Боссы команды Таким вопросом Задавались Тимбилдинг Слушай У меня не было еще Пока тимбилдинг Пацаны постоянно На каждой тренировке Просят Давай тимбилдинг Пока бодибилдинг только Да В рамках тренировок Но они пока что Не все ходят Они с переменным успехом Поэтому Немножко поругались Сейчас вот И все нормально Все начнут ходить И обязательно будет Я думаю Перед сезоном Или после первой игры Будет какой-то тимбилдинг Не, у нас часто У нас часто У нас всякие разные есть У нас здесь всегда разница Какие-то приколы Между нами Понимаешь Нашего команды Особенно Патрик Патрик он саншайн Он всегда что-то создает Какие-то новые тренды Мемести Фавела менталити И это у нас как Типа уже получается Семья Какая-то Коннекта И наша команда Себя чувствует Очень хорошо Что мы реально Дружим друг другу Внутри А у тебя все бразильцы в команде? Нет, у нас не все бразильцы Единственные бразильцы Это я У нас есть кубинец У нас все Есть афро-русский И африканец Самое интересное Что есть в команде Фавела Баскет Они не просто темнокожие парни Они все шоумены Они все умеют работать С микрофоном Большинство из них Танцуют в разных направлениях И когда они встречаются На площадке Там буквально Кто-то забивает Какое-то очко Происходит какое-то сумасшествие Они в дик Празднование гола Джога Бони Это самое настоящее Да, да, да У нас еще есть Один пацан Который мы в драфте Его выбрали Это Илья То есть Очень смешной случай Вчера Потому что он У меня остановился Пока на время Потому что Ну Пришел к нам в семье Нужно Ну Его Конкретное чувство И понимает Вот он пришел Как будто не на свою тарелку Но вчера Вчера Он танцевал тверки Измялся Я такой Все Теперь он наш Он ещет черный борщ Который Моя девушка готов Еще Смотрит Все ненавидят Крис То есть он уже Получается Уже Культура Чувствует Уже Внутри Нашей фавелобаскет И это очень смешной Случай Что вот Он наконец-то Чувствовал Что он Вновь Ту же тарелку Как Как всех Круто У вас семейная Атмосфера такая На самом деле Очень интересно Как вы подготовили свое домашнее задание 12 октября В эту субботу У нас уже первый тур И фавелобаскет Кстати там играет Против сразу Двух команд Это синдикат И Долгс Вашингтон Какие ставки Заберете вы Две победы Или Что-то пойдет Недавно Наша команда Готов Готов Не хватает Только Один Нашего Игроков Но он скоро Приедет И будет дополнять Еще сила Но Как по правилам Насколько Ну я понимаю Насколько я уже Ну в этом Лиге уже давно И там нужно правильно Просто играть Шармит И я доволен Нашего команды Потому что Шарм это положено На всем своим местам Медиа Игрук Медиа И спортсмен И профи А Насчет командов Да У нас уже было опыт С ним Не один раз Много-много раз И всегда Интересно играть Против них Потому что Они реально Действительно Профи А даже Медиа Если не ошибаюсь Тоже профи Вот Но Насколько Уже сейчас Я уже чувствую Эту игру И наша команда Уже Поставлена Так аккуратно Так все Очень правильно И Я думаю Что Результат Должен быть Положичен Я верю В свою команду На миллион Порсентов Так Самоуверенно Говорит Вашингтон И это не может Не радовать Про синдикат Поговорили Долгс Все прекрасно знают Команда Виктора Худошина Отец-основатель Студии Салют Виктору 21 Да На бумаге У них Безумно Сейчас выглядит Классный состав Собрали они Безумно Это не то слово Но тут На радио К сожалению Цензурно нельзя Там бешеный Какой-то состав А что Кто Расскажите Я может Не знаю Но у них У них Есть профессионалы Такие Как Дебда Как Мелешкин У них Из медиа Это Челак И Серега Мезенцев Который Ушел Из Сенара Бойс Клаб Дебда Это тот человек Который Об которого Можно шпалу погнуть И ему будет Вообще плевать Мы переходим К 13 октября Это воскресенье Там у нас стартует БК10 И они играют Против чемпионов Прошлого сезона Сенара Бойс Клаб Сразу сходу И команда Из Питера Зеленой человечкой АВГ Твои ставки Что думаешь Блин Да не знаю Хотелось бы Я не хочу говорить Там бросаться громкие Понятно Что всегда охота победить Прям сильно охота победить Тем более Прикольно Что мы Первую игру играем И сразу с Сенарой Ну то есть Чуваками Которые выиграли Играли прошлый сезон Но тем не менее У Сенара По-моему Ушел самый сильный Их профик Насколько я знаю Рожков Мезинцев Да Рожков Да Мезинцев Да Насколько я знаю Они постарались Уже закрыть Всю эту дыру Да вот Но посмотрим Посмотрим Как накатаем Мы сейчас играем Товарники Кстати Уже сыграли два Сегодня Кстати Я сюда приехал Мы играли с Родины Медиа Вот И поэтому Надеюсь Получится накатать Какие-то взаимодействия Но Хотелось бы Естественно Начать с 2-0 Нашу пользу Но это хорошо Мне кажется Сразу фавориты Когда такая закалка Для новоиспеченной команды Сразу проверка сил Ну да Ну да Я вот Слушаю 421 Это Медиабаскет Он эйр Мы вернулись Со мной Макс Астахов У нас в гостях Витя Щитков И Вашингтон Салес Обсуждаем Четвертый сезон Медиабаскета Друзья Вот расскажите Вот этот спор Про Кто медиа игрок Кто Спортивный игрок Я помню Что в прошлом сезоне Многие спорили Насколько справедливо Эти звания Раздаются Вот как В этом сезоне Согласны ли вы Со всеми Этими распределениями МС похоронил Пока что сам не знает Но открывает дверь В преисподнюю Это же самая интересная тема Как я понимаю Да Ща налетят Ну слушай До сих пор Не все открыли состав Я вот допустим Не знаю Кто у кого Медиа Вопрос естественно Будет всегда Вокруг этого Потому что Ну это вопрос баланса Получается Это вечный спор Потому что Медиа на площадке Сильно решает Понимаешь Потому что он у тебя должен Находиться всегда на площадке А баскетбол Это командный вид спорта Если у тебя Одна единица Проигрывает Очень сильно То понятно Что все атаки Будут идти через нее И Никакой игры У тебя не получится Потому что Человек должен В общем понимать Что он делает на площадке Уметь передвигаться По ней Не обязательно Хорошо бросать Не обязательно Там Иметь классный дриблинг Но он должен Как минимум Понимать тактические схемы Он должен Правильно там Втыкать заслоны Но он должен Правильно понимать Куда бежать Куда вставать При атаке Где Стоять ему В нападении Куда там В определенный момент Засунуть руки Вот Поэтому А это все очень сложно Как вы понимаете Вот Поэтому Тяжело найти Да Поэтому очень тяжело Найти человека Который был бы Подходил бы Под статус Медиа То есть Активно велся В социальных сетях Был там Известен В какой-либо сфере Да Какие вот требования Медиа То есть Медиа игроку Он должен быть Популярен Но не В баскетболе Желательно Получается Ну Желательно Да Желательно Да Но тут Виде сейчас По количеству Именно Пописчиков Выбирает Телеграм Либо инстаграм Ну Пока Запрещен в России Кстати Понятно Да Понятно А он бразилица Понимаешь Плевать Он наверное Еще и Пугачеву Слушает Понимаю Подожди Подожди Не все так плохо Не все так сразу Вот А так получается О том что Ну Все понятно Но непонятно Понятно Что Именно по количеству Непонятно Именно по медиа Потому что Медиа Раньше была Немножко другая форма Именно Если человек Занимается Именно медиа Он значит Что он арчист Поет Танцует Играет Ты уже понимаешь Что это арчист Ну в общем Если бы ты Умел играть в баскетбол Ты бы был чистый медиа Ебой Ну что Я не знаю Комплимент или нет Ну ладно Приходи Пятница Вторник Брат Мы ждем тебя У медиа есть Игрока Некая фора Перед другими Ну то есть Он получает Больше очков Это только если Ты в категории Селебрити Это отдельная история Это селебрити Все точно Это нужно быть ЛДжеем Но он не выходит На площадку Понимаешь Да А хотя мог бы Выходить и получать Увеличенное количество Баллов Да, но я думаю Он бы в защите Больше в своей команде Привозил Чем нападение Приносил Просто оставил Его там На нападение Кинул мяч Прошлый сезон Он не выходил Но команде Сайнара Бойс Клаб Это и не нужно было Они все-таки Стали чемпионами Да слушай Он же привносит Больше своим присутствием То есть Он там сделал Трек для команды Он выступает Выступал на финале Он постоянно Находится Болеет за команду Я думаю Это сильно дает команде Ему не нужно выходить На площадку Это абсолютно Правильное решение Зачем? А сколько медиа у вас В команде? Ведь вот ты В статусе медиа Кто-то еще есть? Да У нас Ну понятно Есть комики Стендап комики Импровизаторы Из однажды в России Мишка Стагниенко Мариарт Но Вот так вот Чтобы это был Ну прям Такой медиа Который Классно играет Баскетбол Нет Таких у нас нет Но я видел Что вы очень Сейчас делаете упор На Стагниенко Его научили пользоваться Ногами Звучит весело Ваш Как дела с медиа У тебя в команде? Мне кажется Если соединить вас вместе Получится настоящий Оптимус Прайм Да С медиа У нас Все порядка Все хорошо То есть у меня есть Тикей Конечно бы хотел Еще дополнительно Саншайн Но не получился Именно статус Медиа Он у нас Медиа игрок Еще есть Яшебе Он топовые модели Он Сейчас всякие Разные показы Там Милана Парижа Туда и сюда Он На лаку баскетбола У него все порядка Как туда-сюда Не подходит К Милану Нормально Нормально Но на лаку баскетбола У него все порядка Просто иногда Он можешь Немножко себе Себе Нехорошо показать Он еще пока Не понимает Как играет В команды Игру Отдельно Он отлично играет Вот А Тикей Вообще отличный Игрок Именно как Медиа Он Прыгущ Данк Вот Если у него цель Он Берешь медь Уже погнал Уже прыгает Это все что нужно Кстати по храню Ты спрашивал Есть ли какие-то Бифы В лиге У нас есть такая история Которая называется Визитки Когда выходит команда И вторая команда На противостоянии Друг с другом Они сначала показывают Заготовленный материал То есть определенный Баттл На свою команду Кстати Вам ко всем скоро Уже придется Сдать эти визитки На первый тур Вы как-то подготовились уже Уже изучили соперника Придумали панчи Рифмы Все дела Стой подожди Баттл в каком формате То есть Видео формат То есть просто видос И там может быть что угодно Клип Диск Какой-то Да Что угодно Прикольно У нас будет клип Клип Диск Контролируемые бифы Ну чтобы это не выходило Знаешь Что Такой Ты не сделал какой-то биф И потом ты пришел На мэдшоу А тебе Берг Извиняйся Чтоб вот этого не было Есть такое То есть люди понимают Прикол Я говорю Я конечно за Ну за такие вещи Круто Ну в Штатах такое делают Постоянно То есть там может Всю жизнь тянуться Я не знаю Кендрик Ламар И И Дрейк Друг друга Да Выпускают диссы Клипы И мы все за этим следим Какой там Ламар Сейчас последний Клип записал Это вообще топ И Если Можно было перенести Такое К нам сюда Медиабаскет Было бы круто Да Мы тут подкинулись Короче Паш готовы ли вы Да мы готовы ли Это Самая главная цель Наша Именно Сделать хорошее Тоже Шоу И делать Хорошее видео Визитки Наша визитка Тоже будет Очень смешной Потому что Наша команда Очень харизматическая Все Тоже комики Есть парочку Я про себя Вот Мы готовы Я так и думал Что ты не певец Танцор Сто процентов А вы спелись Ты знаешь Я не буду следить Мы не будем На этот Как Какое-то правило То что Постоянно на кого-то В рамке Мы хотим Наша линия двигаться Понимаешь Мы Интересуешь Больше открывается Наша линия Наши персонажи Я думаю Что-то новенькое Сейчас вы точно увидите И вы полюбите Нашего команды А эта визитка Влияет как-то На результат игры Или это просто Ну для создания атмосферы Это для создания атмосферы Ну не Это просто прикол Да Не Вообще На самом деле Ты можешь деморализовать Своего соперника Ну да Можешь вполне Можно и так Можно и по-другому Можно использовать Вот это На положительный Не знаю Плюс для Команды И для лига Тоже Я раньше работал в полиции У меня сейчас только что Идея пришла Делать Досье Разоблачение на всех Ну то есть Поднимать грязное белье На каждого Ну вот видишь Тут ты тоже опять Столкнешься с вопросом Контролируемых бифов Кто-то готов к этому А кто-то нет Все зависит от Насколько это будет весело Да это конечно Не будет весело Конечно мы так не будем делать А теперь можно говорить Виктор Коп Щитков Да Окей Только так можно Блин Ты сейчас на колени стоишь Надеюсь Нет Нет Ты же меня прекрасно видишь Так На самом деле Медиабаскет Это большой праздник В субботу В воскресенье У нас уже пройдут Первые уикенды Первые матчи Если вдруг Так случится Что вы не сможете Попасть очно У нас есть социальные сети Где вы можете Все там изучить Это и телеграм-канал И прямые трансляции Где можно сразу наблюдать За всеми матчами На ютубе Поэтому Белкам добро пожаловать А можно воспользоваться Секундой И проекламировать Сообщество ВК-10 В ВК В общем Заходите Да Там В общем Схлопнула Вся десятка Там и футбольные Видосы И баскетбольные Кстати Мы как медиакоманда Я не знаю У нас уже до начала сезона Вышло Я не знаю Кто следит Вы следите Организаторы Несколько шоу Сто процентов Я видел Больших Там вышло уже Куча видосов Вот это Медиабаскетбол Вот так вот Ребята Да я слежу Это очень круто И жду когда Будет приглашение Тоже Нашей командой Туда А блин Забьемся Они договорились О коллаборации ВК-10 И Фавела Баскет Вот так и делается Творчество Да В медиабаскете Сто процентов Друзья Вы можете нам кстати Прислать вопрос В телеграм-канале Студия 21 Есть чат И если вы отправите Туда вопросик Возможно мы его зададим А еще там есть Видеотрансляция Где нас можно увидеть Это медиабаскет Онэр Мы вернулись Теперь мы здесь Каждый вторник В 15.00 С Максом Астаховым Макс Что еще мы не обсудили Важного на сегодня Мне кажется Вопрос который будет Тянуться в течение Всего сезона Это потенциальное Чемпионство Займет ли Сэнара Бойс Второй титул Заберут они эти гайки Или Есть пока что На бумаге команды Которые достойны дойти Или пока что Это супер рандом И никто в этом не разбирается Парни Ваше Мнение участников Интересно Кто самый конкурент Ощущается на данный момент Да блин Надо откатать первый тур Посмотреть на всех И тогда будет понятно Естественно Что каждый будет топить За свой коллектив И я хочу сказать Что там БК-10 будет в финале Ваших наверное скажет Что будет Фавела Баскет В финале В финале против кого Вот тогда знаешь Как раз Слушай Пока на бумаге Понятно что Как бы Реальность Она бьет Любую бумагу Я думаю что На бумаге пока Выглядит Докс Айнар Бойс Сильные хупсы Очень сильные Вот Я хотел бы Ваших Тебе в обиду Но встретиться И сделать Дерби С 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 В финале Ну Знаешь Ну Это Как Витя сказал Это нужно Начать И тогда Все понятно Будет Ясно Потому что На бумаге Да Этот команд Сильный Другой команд Сильный А потом В деле Это немножко По другому Потому что Медиабаскет И есть Свои уникальности Понимаешь А кто Именно Поймет Вот это Уникальность То что Дойдется До финала На самом деле Да Ведь Команды С новыми Составами Куча изменений В составах Даже вот Тех команд Которые Играли До этого Поэтому Как будто Действительно Непредсказуемо Все сейчас Да Есть Такая Вероятность Но Кстати О новых Составах Можно поговорить Я знаю Что есть Персонаж Так Которого Все очень Долго Ждали В медиалиге Как думаете Кто это Ну Бон коллектор Ты имеешь ввиду Нет Я говорю Про Элуана Наконец Таким Он добрался И он будет Хедлайнером На открытии То есть Первый уикенд То есть 12 октября Я думал Он играть будет Зажигать Вместе с Элуаном Поэтому следите За всеми Социальными сетями Лиги Ставок Медиабаскет И помимо этого Сегодня Конечно же Уже В нашем телеграм канале Будет первый дроп билетов Вы можете занять Самые выгодные позиции Самые крутые места Чтобы наблюдать За всем Шоу Как раз таки У нас В первом ивенте Будет Фавела Баскет Можете поддержать Вашингтона Максимально близко То есть Элван Поддержит музыкой Да Сто процентов Ну а на баскетбол Пока он не хочет Выходить Пока Как я понимаю Какие-то с этим Проблемы Потому что Есть ребята Которые пытались Заманить его В свою команду Переговоры Не увенчались Успехом Но зато Он будет В таком ключе Да нет Круто У него же недавно На треке Еще вышел Мамба Менталити Как будто он Прямо его Под медиабаскет Знаешь Выпускал Да я должен Там выступить На открытии Дедукция от нашего Кома Хотя бы начало Как будто Что-то он Да и знает Да Ну мне кажется Да Ладно Элван знал Куда он идет И зачем он пишет Трек Элван всегда же Любил баскет Он одним из первых Как будто Давно еще делал Шоу Помнишь Где рэперы На кольце Играли Закидывали Вот я не помню Как это называлось Но это вот было Очень много лет назад И Элван Одним из первых Что-то такое Медиабаскетбольное Делал в России Но помимо этого У него еще спортивный подкаст Вместе с его братом Снял с языка У Вити Как бы это ни звучало Витя продолжил Да нет Я даже не про это хотел сказать Я еще хотел сказать Что Лева Один из первых Начал снимать баскетболистов Ну давать им какой-то Скажем так Медийный буст Потому что Тот же Миша Гюнтер Легенда Снимался в клипе У Левы Куча Я снимался в клипе У Левы Вау Вау Кстати Гюнтер пошел Дальше Потому что у Левы Есть строчка Я как Миша Гюнтер В русском рэпе Да Я даже не могу сказать Кто это будет Не могу сказать Но это очень громкие имена Еще Тенденция этого сезона К нам стали приезжать Легионеры Новая команда появилась Под названием АУФ И они Везут Парней Из Америки Из универов Есть Большой профессионал Один на один Бон коллектор Который сейчас На тренировках Показывает Что он может И безумно интересно Посмотреть на противостояние Этой команды Вместе с Вашингтоном Потому что Ваш у нас тоже Очень Быстрый и техничный Ваш Что думаешь Один на один Против Буллит Против Бон коллектора Ты или он Знаешь У меня уже было Опыту Против Бон коллектора Играть еще У меня было Лет 16 В Бразилии Тогда Тогда у меня Был бы шанс То что он творил Там я Запомню навсегда Но Он меня ободрил В этот раз Я буду Буду держать Буду держать Я готов Я готов Он приехал Тебя в Бразилии Выиграл Ты приехал в Россию Он такой Не Он приедет в Россию Тебя выиграет Ты уедешь Еще куда Там тебя догонят Не представляете Это было где-то 20 лет назад Он был молодой Сейчас У него Немножечко Все изменилось Теперь мы Оба Старим Блин Ты уже так давно В баскетболе Получается У меня была Долгая пауза В баскетбол Не могу сказать Что я долго Но душа Долгая В баскетбол У меня Я этот спорт Люблю И никогда Не ухожу Наверное Ваш, но он идеально Подходит по концепции В твою команду Не думал ли ты Переманить его к себе Было бы круто Было бы классно Я думаю Что мы Будем Удобновлять его Первая Черная Медина Команды В России Я думаю Что это будет шум Не только Именно в России Я думаю Что в Америке Если они увидят Что это реально Действительно Это есть И вы любите нас Я думаю Что это все Сменится Если сейчас Банки дают Ипотеки под людей То в целом Мы можем взять И фавелла баскетбол Банн коллектора Никаких ипотек Блин Банн коллектор Звучит устрашающе Реально Ну если ты его видел Это человек Который ломает Голеностопы людям Сажает на попу Ну там Это Ну типа Очень большой мастер Интересно Интересно Все это мы уже Увидим скоро Да Макс Первый матч 12 октября В эту субботу У нас осталась Буквально минута До конца эфира Поэтому я не знаю Давай нашим гостям Дадим какое-то слово Шараут Финальный месседж Для своих Болельщиков Можно закинуть Давайте приходите Все на Медиабаскет Дадим поддержку Всех команд Строим Настоящий шоу Потому что Это событие Будет Долго-долго Запоминайте Мы вас любим Мы вас ждем Мы строим Настоящий карнавал Славела Баскет Бекка 10 Да ребят Вообще Приходите все Давайте сделаем Ну немножко Раскачаем эту культуру Потому что она уже Как будто сейчас Баскетбол стал Ну уходит в пик И хотелось бы Чтоб каждый из вас Посмотрел На Баскет в пике И сделал его Еще популярнее Поэтому все Подтягивайтесь МЦ похоронил Тоже Обязательно Да да Я очень постараюсь Прийти Вы меня заинтриговали И заинтересовали Это круто Всех ждем Получается Каждый вторник Здесь На студии 21 И конечно же В социальных сетях Лиги Ставок Медиабаскет Да друзья В следующий вторник Мы с Максом Астаховым Снова здесь В пятницу Сможете посмотреть Этот выпуск ВК-видео Меня зовут МЦ похоронил У нас в гостях Были Вашингтон И Витя Щитков Вы слушаете Студию 21 Всем пока Медиабаскет Онэр